Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем хорошего дня. 4 июля – ужасный день для биткоина. Правительство Германии, MTGOX, продавали биткоин, распределяли биткоин, и на рынке была паника. Но на мой взгляд, ребята, вот эти все новости, а именно 4 июля, которые вышли, знали они, что торги на ETF закрыты, и все это они использовали для того, чтобы запустить этот нарратив, что правительство Германии продает биткоины, они действительно продают, и также про MTGOX, то, что они распределяют биткоины, и они действительно распределяют, начинают уже двигать биткоины со своих кошельков. Именно 4 июля это пошло, когда низкая ликвидность, когда народ отдыхает, ETF не торгуется, и кто-то все это специально сделал, чтобы обрушить рынок. А на самом деле я это предсказывал. Во вчерашнем видосе я вам покажу. Также в Твиттере я писал, какие сделки я открываю. И вчера я ушел в такой нормальный минус. В какой-то момент у меня осталось 490 тысяч на балансе. Это было минус 25 тысяч. Покажу свой торговый аккаунт на Bybit, посмотрим, какие там сегодня цифры. Но на мой взгляд, все это специально было спланировано. И я думаю, что в понедельник, когда откроется ETF, то будет больше объемов на покупку. Поэтому, подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И вчера, во вчерашнем видео перед падением, я все это предсказывал. Я вам покажу. Но давайте перейдем на графики прямо сейчас. Вот этот видос, о котором я говорю. Почти 10 тысяч просмотров. Это M-паттерн на графике. Макдональдс. 56 уровень поддержки, но, честно говоря, я думаю, что пробьет, потому что слишком слабо выглядит биткоин. И посмотрите на общую капитализацию рынка. И в общем, я отменил на 56 и оставил на 52. Ворлдкоин я вчера подбирал, когда он опустился там примерно на 1,50. Юнисвап тоже взял. Когда опустился на 6,80. Доджкоин тоже подобрал. Где-то в районе 9 центов. Посмотрим теперь на биткоин. 56 тысяч 300 долларов. Какое падение это вчера было. Опускался на 53 200. До 52 не дошел, где у меня стояла заявка, но довольно близко. Вот как я в видео говорил, так оно вчера и отработало. Это Макдональдс. Но теперь проблема в том, что на дневном восходящий... Ну вот он. И мы вышли из этого восходящего вниз. Это восходящий треугольник. Медвежий паттерн. На самом деле. Но давайте посмотрим на недельном таймфрейме. На недельном мы видим, что биткоин пробил эту желтую трендовую линию, по которой биткоин шел долгое время. А теперь пробил эту трендовую. Стохастик все еще направлен вниз. Не было давно уже таких показателей на стохастике. Где-то в сентябре 23 года. Криптогрубот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале 23-го. Не переворачивался в продажу. И если мы посмотрим, какая уже коррекция случилась на биткоине, если считать от вершины, то тогда получается коррекция была 25%. Или сколько? 27% от вершины, если мерить. Большое падение там. Но опять заходят торговые объемы. Это интересно. Давайте опустимся на другой таймфрейм, и потом покажу свои сделки. Дневной таймфрейм. Тут был хороший отскок на биткоине. Опускался на 53 тысячи. И затем поднимался на 57. На хороших объемах. Стохастик разворачивается вверх. Но сильная поддержка у биткоина находится на 52 и на 46 тысяч. Если вы еще не заходили в лонг на биткоине, то я бы поставил цену входа на 46, честно говоря. Да, я думаю, что будет отскок от 52 тоже. Пытаемся поймать эти отскоки и поторговать вот до трендовой линии. Вот эта на 46, она более безопасная. И там можно открывать более крупную позицию. А та, которая повыше, это более рискованный вариант. Заходить на 52. Ну и цель та же, 88 тысяч. Соотношение риск-прибыли. Если смотреть по 46, то будет 19. Риск 2385 долларов. Заработать можно 47213. А по второй торговой идее. Соотношение 31. Риск 1247. Заработать можно 39680. Ну давайте поднимем стоп-лосс. По второй торговой идее поставим 51600. Теперь риск получится 412. Соотношение 95. Да, все правильно. Риск 412. Заработать можно 39,5 тысяч. Но более безопасный вариант покупать это на нижнем уровне поддержки. А это на 46 тысяч. Верхние уровни поддержки биткоин уже пробил. И теперь следующий уровень поддержки это 52. Но самая сильная, жирная поддержка прям реальная такая. Это на 46 тысяч. Вот два уровня, на которых можно заходить. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. Один это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я сам торгую в основном именно на Bybit. На мой взгляд, самая лучшая и удобная биржа. Почему? Потому что 30 тысяч долларов получите. Потому что хорошая ликвидность на Bybit. Быстро работает вторая биржа в мире. После Binance. На балансе у меня 518 тысяч осталось. Но вчера опускался даже на 490. И вчера я добавлял в позицию на биткоине. А кстати говоря, поэтому мне нравится Bybit. Потому что очень быстро все работает. Низкие комиссии на Bybit. И посмотрите, какие покупки у меня на биткоине. Я покупал биткоин по 56. Это была не самая удачная идея. Потому что в итоге биткоин прошел ниже. И я также подобрал что-то по 54. Так что в целом неплохо. Хорошо подобрал на этом падении. Но даже при этих хороших покупках, которые я делал по 56-54, даже с этими хорошими покупками, моя позиция на биткоине в минусе на 13 тысяч. Но отодвинулась цена ликвидации. Она теперь 50 тысяч 600 долларов. Ниже поддержки на 52. Также у меня стоит заявка на 52 тысячи на 1 биткоин. Но это на споте. А по этой позиции у меня минус 13 тысяч 400. В какой-то момент я уходил в минус даже на 24 тысячи долларов. Теперь уже немного восстановился. В общем, я снова купил на дне. Но думаю, что мы можем потестить еще раз 52 тысячи. В общем, посмотрим, как будет реагировать рынок на эти распродажи. МСРТ тоже вниз прошел. В USDT у меня 183 тысячи долларов. ПНЛ за вчера минус 7600. МСРТ у меня на 72 тысячи 300. Минус 3%. Биткоин на 72 тысячи долларов. Юнисвап на 43 с половиной тысячи. Плюс 3, 7%. И я смог подобрать Юни. Успел купить. Где это было? Сейчас покажу. Я смог купить Юнисвап. Где это было? Где показать-то? Я купил Юни. Юнисвап я купил по 7 долларов. Ворлдкоин по 1,86. МСРТ тоже купил. По 12 центов. Но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования, принимать свои решения. Сделка по биткоину в минусе на 13 тысяч. На балансе 518 тысяч долларов. Было 527 тысяч у меня. Даже несмотря на то, что я откупал дно. И биткоин и альткоины уже немного оттолкнулись. Я все равно в минусе пока что. Примерно на 9 тысяч. Ну и в целом, конечно, баланс у меня основательно просел. За месяц. 629 тысяч у меня было. Это получается минус 110 тысяч за 30 дней. Неудачный месяц. Но тем не менее, я что-то смог подобрать. Я вам покажу, что я держу на Bybit. 9,5% у меня в Юнисвап. 40% в USDT, 15% в MCR Team, 15% в Биткоин, 8% в Доджкоин, 7% в WorldCoin и 2% в Покет. Покету, конечно, полная задница. Обнуляется потихоньку. У меня там стояла заявка на Покете на 4 цента. И Покет близко к ней подходил. Да, смотрите. 0.044. Но я отменил эту заявку. Потому что вчера был ужасный рынок просто. Слишком было опасно. Почитаем комментарии. Опять пи***шь, как дышишь? Это комментарий к моему вчерашнему видосу. Который называется «Купил биткоин на 200 тысяч». Да ни хера это не пи***шь. Я действительно открыл позицию на 200 тысяч. А теперь уже и больше. 267 тысяч размер позиции. Холдеры теперь никогда не забудут этот день 4 июля. Будут теперь долго сидеть на своих мешках. Да, денек был, конечно, интересный. Но, на мой взгляд, я вам сейчас объясню. Это была скоординированная атака. Вот что я думаю. Ну, посмотрите сами. 4 июля. ETF не торгуется. Народ отдыхает. Никто не может добавить маржу. И что они сделали? Они в этот момент выпустили как раз свои негативные новости. Продажи биткоинов правительства. Про MTGOX. Это, конечно, все правда. Но они использовали именно этот нарратив. Уже были-то эти новости раньше. Но они как-то раскрутили в этот день эти новости. И достигли того, что на рынке возникла паника. И те, кто могли продать, начали продавать. А те, кто не торгуют, они не могли добавить маржу. И их начало ликвидировать. Потому что они там спали или бухали, праздновали. И, короче, их ликвиднуло. И эти ликвидации потянули за собой следующие ликвидации. И получилось обрушение рынка. Это то, что произошло вчера. Пока народ нарослабоне. Пока 4 июля. Они использовали этот момент для атаки. Потому что они знали, что ETF закрыты. Что американцы бухают. И маржу они не добавят к своим позициям. И будет каскад ликвидации в итоге. Что в целом вчера и произошло. Это была большая манипуляция. Индикаторы момента моих объемов не показывают разворот. Перестань покупать, пока мы не достигнем дна. Я рекомендую вам. Я рекомендую не покупать. На панике. Вот где я вчера купил. Я пытался купить там, где я увидел хорошие объемы. Где объемы на покупку заходили. Вот я вам покажу. Я, кстати говоря, в Твиттере много писал об этом. Твиттил не мог остановиться. Твиттил нон-стопом. Это мой вчерашний видос. Опрос, который я проводил. 529 человек проголосовали. 36% думают, что дано на биткоине на 52 тысячи. 17 тысяч просмотров набрал этот опрос. И биткоин опускался на... Опускался биткоин... 53 тысячи... 400 долларов примерно. 36% сказали на 52. Остерегайтесь скамеров. Много фейковых аккаунтов Джеймса Криптогурум. Так что не поведитесь. Я никогда не напишу вам первым. Тысячи просто фейковых аккаунтов. Давайте вот там... Криптогурум. Джеймс Криптогурум. Тысячи аккаунтов просто левых. Моя команда постоянно их удаляет. Но они снова появляются. Джеймс Криптогурум. Смотрите. Моя команда удаляет и удаляет. Они появляются и появляются. Так что будьте осторожны. Я идеально предсказал разворот рынка в марте. Вот это видео как раз. Отрывок из него. Я закрываю позицию на биткоине, которую я долго держал. С 16 тысяч мы торговали биткоин. Ну а теперь, конечно, сложное приходится принимать решение. Но чуйка мне подсказывает, что нужно закрываться. Потому что я торгую уже 23 года. Но это не финансовый совет, принимайте свои решения. Но то, что я вижу на графике, это объем увеличивается, но на графике закругленная вершина. Короче говоря, вот так я предсказывал вершину в марте. Прекрасно. И смотрите, какие у меня показатели в твиттере. Больше 2 миллионов реакций. 79 тысяч просмотров моих видосов. Подпишитесь на мой твиттер. Тесла растет. Вчера еще 2%. А вот это уже мои твиты про биткоин, как я вчера торговал. Биткоин снова подошел к отметке 56 тысяч долларов, как было несколько недель назад. Я тогда идеально все предсказал. Моя позиция на биткоине вчера уходила в минус на 22 тысячи долларов. Я делал опрос, добавлять в позицию или не добавлять. 67% ответили, давай, Джейми, жарь еще. Биткоин тогда стоил 54 400. Уже близко биткоин подходил к отметке 52 тысячи, о которой говорит большинство. Опустится на 52, то я возьму. Также новости из проекта Magic Craft. Максит что-то затвитил. Гендиректор проекта. Почитайте, очень интересно. Правительство Германии продало 20% биткоинов, которых у них на 3,5 миллиарда. Или нет? У них на 3,5 миллиарда, да. И они продали 20% из этого. Короче, продали на миллиард. Они действительно что-то вчера продавали. Следующий твит. Кто это продает? 4 тысячи биткоинов продажи на споте. Эти желтые прямоугольники. Я отслеживал эти падения на мелком таймфрейме. 4 тысячи биткоинов было продано на споте. Может быть, это было как раз правительство Германии. Было 44 тысячи биткоинов. Осталось 40 тысяч. То есть они продали 4 тысячи биткоинов. Они это были или не они? Идемте дальше. Это было 2 дня назад. Какой-то чувак написал. Ребята, это только 22% коррекции. А я такой ответил. 22%. Но это пока что. И затем биткоин провалился на 53 тысячи. Позиции многих трейдеров позакрывались, потому что 4 июля не было возможности добавить маржу для многих трейдеров. Это то, о чем я уже говорил. Позиции ликвидировались, и это обрушило рынок. Потому что 4 июля низкие торговые объемы. Это была скоординированная атака. А затем я такой. Кто бы не продавал пачками по 500 тысяч биткоинов на Бинансе, они уже перестали это делать. Опять же, это, наверное, было правительство Германии. Но затем они снова начали продавать. 791 биткоин был продан. А вот еще, слушайте. Если бы я был американским миллиардером, я бы закупил биткоины на открытом рынке на 10 миллиардов. 4 июля. И стал бы американским героем. Вместо того, чтобы попивать пивко и кататься на борде. У нас были признаки того, что рынок достиг вершины. Потому что знаменитости начали пушить крипту. В общем, под видео есть полезные ссылки. Торгуйте, проходите курсы по криптотрейдингу, по фондовому рынку. Покупайте Теслу. А, кстати, с Теслой-то я вас поздравляю, потому что вчера снова выросла. И с тех пор, как мы взяли Теслу по 141 доллар, о чем я, конечно, тоже твитил, постил, Тесла выросла на 78%. Поздравляю всех 78% с тех пор, как я купил Теслу по 141, перелился из биткоина в Теслу. И это было мудрое решение. Сейчас у меня открыта позиция на 260 тысяч с чем-то там долларов. 267. Пока что в минусе на 13100 долларов. Будем наблюдать за рынком. Я надеюсь, что, что бы это ни было, вот эта скоординированная атака, а это по-любому была скоординированная атака. Потому что разговоры про Маунт Гокс, разговоры про продажу биткоина правительством, и все это 4 июля, все это было сделано специально для того, чтобы ликвидировать лонги. И так оно в итоге случилось. Но нас не ликвидировало, потому что мы знали. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Правило номер один от Ворона Баффета. Не потеряй деньги. Правило номер два. Помни правило номер один. Инвестируйте разумно, покупайте активы, которые перепроданы, и продавайте, когда они будут перекуплены. Старайтесь покупать несколько разных активов. Пяток, например. Вот, скажем, у меня. Биткоин, Тесла, Гугл, МСРТ. Я бы сказал, что Юнисвап. Вот так. Но я, потому что, как бы, моя компания инвестирует, много уже наинвестировали. Там больше 100 компаний разных. Я ранний инвестор. Но моя задача это, в основном, 5-10 разных активов держать крупные позиции. 5 не больше, потому что вы знаете четко, что вы торгуете. Вы знаете, что произойдет на Тесла, что произойдет на Биткоине. А когда у вас там 10, 15, 20, то тогда уже сложно следить. И что бы я тогда делал, что я предпочитаю, это концентрироваться на 5 основных. Вот я люблю Теслу, Биткоин, Гугл, Мета. Они, конечно, очень хорошо выросли. Много заработали. Но теперь я в основном в Тесла. Я продал Мета, Гугл, и все это перевел в Теслу. И купил по 141. Это было прекрасно. Я постил, конечно, в Твиттере, чтобы все увидели. Это был мой... Нихера себе вчера сколько натвитил. А вот и по Тесла, смотрите. Или это не оно? Нет. Где же это было? А, кстати говоря, Биткоин. Закончил пятую волну Эллиота. А, нет. Да какую пятую волну? Коррекционную волну ABC. Это была финальная коррекционная волна на Биткоине. Согласно теории волны Эллиота. Точка сил в итоге оказалась ниже, чем я рассчитывал. Кто помнит мои видео еще с прошлого года, где мы считали первую волну Эллиота? Вот здесь это было, когда мы торговали Биткоин с 16 тысяч, а это были вторые волны Эллиота, которые мы считали с 30 тысяч. И теперь эти вторые волны закончились, потому что закончилась коррекционная волна. Прекрасно, ребята. Но хотя поторговал я этот месяц не очень удачно, но тем не менее, волны Эллиота закончились. И теперь нужно начинать, вероятно, когда вот мы, после того, как, ну на самом деле, технически уже мы, новые волны Эллиота, уже начались новые импульсы. Потому что это было уже дно, если оно было. И теперь мы можем считать новые волны. Я должен прорисовать. Но это уже в следующем видусе, наверное. Потому что мы не знаем точно, как там, что, где точки. Но в любом случае, можно уже считать волны Эллиота. А старые уже закончились. Но, к сожалению, точка C оказалась ниже, чем я думал. Биткоин пробил годовую трендовую линию. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Хотите узнать больше, проходите мои курсы по криптотрейдингу, по трейдингу на фондовых рынках. И там еще курсы «Законы денег». Я мультимиллионер, торгую уже 24 года. И вот почему вы должны за мной следить. Смотреть мои видосы постоянно. А многие так и делают. Я вам сейчас покажу. Они действительно... Всех других блогеров перестали смотреть. И смотрят только меня. И прям об этом так и пишут. И я рекомендую, чтобы вы тоже так делали. Потому что я торгую уже 24 года. И никто лучше меня не знает, что происходит на рынке. И многие люди комментируют. Говорят прям ровно это. Нихера себе, сколько натвитил. Где же это? А вот, нашел наконец-то. Привет, чувак. Я перестал смотреть других ютуберов. Никто кроме тебя так хорошо не предсказывает. На следующем цикле буду слушать только тебя. Спасибо за каждое твое видео. И там дальше комментарии на комментарии. Согласен, согласен. Это правда. Да. Можно было, конечно, поторговать лучше за этот месяц. Можно было, конечно, не перезаходить так рано. Так, получается, я зашел в биткоин по 60. И теперь у меня позиция в минусе на 13 400 долларов. Можно было купить ниже. Но я продал все в марте. Я перевел деньги в Теслу. И получил какие-то уроки. Я знал, что 56 и 52 это хорошие уровни для покупки. Тогда вопрос, нахера я брал по 62? Нахера я брал по 60? Нужно было прислушаться к своему же этих анализу. Я же знал, что точка C. Что мы будем идти вверх от точки A к точке B. Почему я не продал на точке B тогда? Короче, уроки, которые можно усвоить. И этот урок обошелся мне примерно в 30 тысяч долларов. Или, может быть, дороже стоил мне этот урок. Где-то примерно 50 тысяч долларов. А может быть, 60. А вы эти уроки можете проходить бесплатно. Потому что я записываю эти видео для вас каждый день. Просто смотрите мои видосы и учитесь. Я заплатил за это 50 тысяч, а вам бесплатно. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.